Друзья, всем огромный привет! Сегодня сделаем самоделочку на основе вот такой простейшей зажигалки с турбонаддувом. Что получится, давайте посмотрим видео. Поехали! Первое, что нам понадобится, медный провод. В моем случае это 2,5 квадрата. Мы сейчас быстренько зачистим. Берем обычную ручку, один край выставляем вот так вот и начинаем ее обматывать. Как раз получается, что заматываем под конус. Все, теперь снимаем. Получился у нас вот такой вот фрагмент. Теперь берем, выравниваем. Сантиметр отступаем и загибаем. Излишку, конечно, обрезаем. Для чего все это? Придаем жесткость, во-первых, самой пружине и также кончик тоже делаем, чтобы он был жестче. Какой-то обрезочек фанеры. Мне пригодится прям два волокна. При помощи стамески сейчас вот возьму кругленький надфиль и сделаю проточку по центру. Проточку делаю, чтобы можно было медную проволоку вставить вовнутрь, чтобы она хорошо держалась. Делаю два таких вот кусочка. Делаю, в общем, получается не две одинаковые. Два прореза, два углубления. Теперь вставляем вовнутрь, вот таким вот образом, чтобы можно было ее прижать. И при температуре не нагревалась зажигалка, а нагревалось только дерево. Но без синей изоленты, конечно, никуда. Это было бы, как всегда, все не по ГОСТу. Ее клеим, делаем с ней обязательно. И главное, синяя. В общем, вот так вот замотал. Все это дело. Вот так оборвали. Получаем вот такую вот картину. Она немножко регулируется. Берем зажигалку, выставляем, что получалось по центру. И также обматываем ее изолентой. Я думаю, что по синей изоленте все, согласитесь, это будет, конечно, 100% по ГОСТу. И все будет 100% работать. Получаем вот такую вот картину. Ну и, конечно же, у нас с вами получился самый простейший паяльник на скорую руку. Взял самый обыкновенный припой. Теперь нагреваем. Я не знаю, сколько, прям 5-10 секунд нужно. И уже, как видим, все плавится. Давай сейчас попробуем запаять проводочек какой-нибудь. Все, 5 секунд даже тут, ну, я не знаю, сколько времени. Ну, подогреть можно немножко, да, всегда. Как видите, ну, прям на скорую руку запаять что-то. Всегда можно. Облудить. То есть, как видите, тема прям рабочая. Друзья, ну, прям самое простое, что можно было сделать из зажигалки. И самое главное, что рабочая. Да, сейчас продемонстрирую, что, ну, реально она хорошо запаяна. Вон, оборвалась до места пайки. Класс. Так же, давайте попробуем на каком-нибудь на плате отпаять проводочек. Как видите, все отпаивается. И так же, я думаю, можно все это дело на место припаять. Все, все на месте. Друзья, ну, у нас с вами получился вот такой вот самый простой паяльник на скорую руку. Если вам понравилось, обязательно поставьте палец вверх, прокомментируйте данное видео, что думаете по этому поводу. Поработаем вот с такой вот зажигалкой. Идея, конечно, не новая, но когда зажигалка уже отработала свой ресурс, ее можно еще раз использовать и дать ей вторую жизнь. Первым делом, конечно, саму зажигалку мы разбираем. Снимаем защитную вот эту штучку. Выкидываем. И нам нужно само колесико. О, так-то даже кремень еще был хороший. Также, может, кому-то может пригодиться пружинка. Но нам больше сейчас нужен сам барабанчик. Надо нам его разобрать. Для этого буду использовать пассатижи и маленькие пассатишки. Все это хорошо разбирается. И у нас получился вот такой вот барабан. Я не знаю, с чего он сделан, с какого металла, но очень прочный. По отношению, конечно, вот этих самих колесиков, которые были. Ну, наверное, все понимают, что колесико я это буду использовать для грайвера. Это халявная шарошка. В каждом грайвере есть в наборе всякие наборы. И есть вот такой вот переходничок. Как раз он четко подойдет. То есть мы его вставили и затянем. Конечно, сейчас ее попробуем на пластике, на деревяхе, на какой-нибудь медной трубке. Первое начнем с деревяхи. С панелькой. Как видите, я прям даже не останавливал видео. И сразу вот на 5 секунд прям дерево вообще обрабатывает очень быстро и хорошо. С деревяхой понятно. Ну, ура. Ну, и с пластиком, я думаю, то же самое будет. Тоже все съедает прям за считанные секунды. Ну, давайте попробуем теперь на медной трубке. Как видно, мягкий металл тоже обрабатывает прям в считанные секунды. И что же с нашей фрезой? А с ней-то, смотрите, вот прям ничего вообще не случилось. Немножко забились поры. Да, немножко подзабилась, но это нелегко убирается и вычищается. Так что годный, оказывается, на самом деле лайфхак такой, да, что можно использовать этот барабанщик. Кстати, совершенно, можно сказать, бесплатно. Получается маленькая шарошка. У меня, кстати, давно в комплекте одна уж такая валяется. Уже давным-давно пользуюсь таким способом. Просто решил поделиться с вами. Ну, а также можно самой зажигалок также использовать. Также есть еще вот такая вот пружинка. Может быть, кому-нибудь для чего-нибудь пригодится. Также какой-нибудь клапан для какого-нибудь, для каких-нибудь целей. А в одноразовых зажигалках еще есть очень классный момент. Там есть еще резиночки. Так что пользуемся бесплатно. Всем, кому понравился, палец вверх. Я с вами прощаюсь. Всем вам хорошего настроения. Самое главное, здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»